В семинале про пионеров мне хочется вспомнить не так, как меня принимали пионеры, а это уже был, так сказать, последний год в пионерском лагере. У нас была обожатая, и вот в один прекрасный день она сказала нам, сейчас, говорит, мы все построимся парами и пойдем в соседнее село к памятнику солдатам отдавать честь. Ну, отряд. Уже смешно. Отряд состоял, в основном, так сказать, из девочек, у нас там была где-то человек, может быть, то есть было кому чего-то. У кого честь-то была? Ну, вот сказали всем построиться и идти к памятнику. Девять и честь? Нет, было так. И пойдем в соседнюю деревню к памятнику солдату отдавать честь. Ну, это... Я не знаю, кому как повезло. Меня хорошо слышно? Да, да, да. Ладно. Я расскажу еще одну байку. Я не могу удержаться. То есть уехать отсюда и никому не рассказать я не могу. Значит, ну, это на тему велик, как это, велик, могучий русский язык. Ну, короче, дело было в Израиле. У меня там было 10 лет довольно сложной биографии трудовой. То есть, как говорится, через тернии к звездам. Вот в городе Кармиель было много заводов. Значит, на этих заводах я работала сперва оператором, потом программистом. Дело не в этом. Значит, был такой период счастливый в моей жизни в этом городе. Когда, значит, впервые мне удалось, ну, пусть за малые деньги, но работать и тем, и другим. То есть, знаете, был такой период в Израиле, опять же, кто жил, тот помнит. Когда ты ехал в автобусе, и тебя, допустим, спрашивали, скажите, а вы работаете? Он говорил, работаю. А кем ты гордо говорил? По специальности. Вы знаете, это было не смешно. Это было, так сказать, человек даже не говорил по какой. Но когда ты уже произносил по специальности, то это звучало гордо. Это звучало до гордо. Потому что к этому было очень тяжело подняться из миллиона человек. Ну, дело не в этом. Вот настал у меня, наконец, первый раз такой счастливый момент, когда я могла сказать эту фразу. Замечательный плюс я работала на японско-американско-израильском совместном предприятии. Называлось оно «Лямкачек». Выпускало оно «Электроник». Значит, там, соответственно, были и американские акционеры, и японские, и половина израильских. Но почему-то возглавлял все это дело японец. Да. Уже смешно. Значит, нет, ну это не смешно, так сказать, у них была очень технологичная вся эта промышленность. По их всем лекалам это все делалось. Значит, коллектив у нас, так сказать, состоял так. То есть вся, ну, та часть, где, ну, производство, это были, значит, русские. Вот такие. В основном учителя русского языка, литературы, так сказать, на сборке. Ну, а в офисе сидели все местные, я там среди них одна была. Ну, дело не было. Как-то это все устаканили. И вот приезжают, значит, нам говорят, завтра приедет генеральный директор, японец. Значит, мы должны подготовиться к его приветству. Значит, в первую очередь вы должны усвоить японскую культуру. То есть у нас сидит человек, там, двенадцать. Не так просто. И, короче говоря, да, мы все готовы усвоить японскую культуру. А сколько времени мы дали? Дали нам недолго. Значит, директор сказал так. Сейчас я вам покажу, как вы должны будете себя вести, когда он зайдет. Значит, вот он идет и проходит по рядам. И вы сидите. Значит, не дай бог вы посмотрите ему в глаза. Почему? Потому что в дальневосточной культуре взгляд в глаза – это вызов. Как собака. Значит, всем глаза опустить. Вот так. Все повторили. Значит, все мы их опустили вот так вот. Три раза тренировались, опустили глаз. Научились. Научились. Потом он говорит так. Вот, мне говорит, например, Миша Степлицкий. Вот он к вам подходит и представляется. Он говорит. How are you today? Что вы отвечаете? Ну, я говорю. Я волюхер образ. Да, отвечаю то, что полагается. I am great. Хорошо. Не подымай глаза, смотри туда. Я смотрю туда и снова говорю. Thank you, I am ok. И тут он мне говорит, но надо же сказать его имя. И вот он произносит это имя. Опять же, те, кто жили в Израиле, поймут, кто не жил, я переведу. Вы должны сказать. I am great today, Mr. Ish-mi-hara. Ish-mi-hara? Ish-mi-hara означает «человек из дерьма». Ну, в общем-то, мы все как сидели, так остолбенили. И, понимаете, для русскоговорящего человека, скажем, ну, и шмихара, так и шмихара. Мы уже услыхали там столько разных слов, которые звучали там, например, отсроченный чек назывался «чек да хуй». Да, права многих эмигрантов назывались «человек из дерьма». Ну, что я не шмихара, но, в общем-то, без разницы. Но израильтяне, они просто физически и психически не могли произнести это имя. И сколько, значит, нам это сняли, что это значит лотус распустившийся на землю. На полных эмбирантов. Понимаете, ну, не получалось оно. А можно не говорить уж, что сказали Сеньки? Ну, он приехал. Это ритуал. Спокойно. Я хочу вас учить. Я буду вас учить. Еще не конец? Ну, хотите знать, что было? Да, это начало. Он не приехал. Он приехал. Тише, тише, ребята. Он приехал. Все уже были подготовлены. Ребята, тише, а. Опустили глаза вниз, и вот так он идет, значит, по рядам. И кладет на каждый стол самокарское пакетик, и в нем похожее на пемзу, одноцветное печенье. То есть он подходит и говорит, I'm Mr. Shmihara, I'm your boss, how are you today? Ну, соответственно, все отвечают, что great, и называют свое имя и фамилию. Потом он говорит, я не согласен, чтобы столы стояли там. Ну, в офисном порядке. У нас положено иначе. Значит, все столы перестали. Значит, он сидел вот так, как классная дама. Нас всех посадили вот так в два ряда. И, значит, он должен был видеть стол каждого человека. Ну, короче, ладно, ну что делать? Мы знали, что он приехал не на веки. Но самый ужасный момент был, когда надо было к нему обращаться. То есть, ну, эти все израильские начальники, они просто умирали от ужаса, потому что он фактически держал в руках их, так сказать, их работу, их зарплату, их репутацию. Но они не могли сказать вот этот вот чердовый. Представьте, если вы по-русски должны были сказать своему начальнику, здравствуй, человек из дерьма. Господин из дерьма. Как сегодня там? Я бы с удовольствием. Ну, вы бы с удовольствием, а они боялись. И вот наступил такой момент. Значит, был у нас праздник. Кажется, это был пасовер, пест. И, значит, соответственно, должны были быть посиделки. Ну, короче, посиделки все накрыли, приготовили. И наш главный бухгалтер, он был марокканец, говорит, слушайте, я не могу это выдержать. Я думал всю ночь. И, наконец, я нашел решение. Я знаю, что я сделаю. И вот мы, значит, все приходим, садимся вокруг стола, там песенки поем. Мистер Ишмихара, так сказать, лицо его довольно статично. Мы не можем понять, ему это нравится, не нравится. Он приехал первый раз, но он тоже ест и пилот какой-то. И в ладоши хлопает. А потом, значит, этот наш марокканский главный бухгалтер, так сказать, он к нему приближается и говорит, мистер Ишмихара. Вы знаете, мы так счастливы, чтобы вас встретили. Вы знаете, что вы приехали? Когда мы приехали, мы приехали. Мы приехали, мы приехали. Мы приехали, мистер Джонсон, из американской области. И, вы знаете, он был велик. И он сказал мне, что, David, why don't you call me, Mr. Johnson? Call me as they call me, call me at home. Just Jim. So, мистер Ишмихара, maybe we can call you as they call you at home. Ну, это была первая часть про Ишмихара, потом была вторая. Значит, он инспектировал производство. Ну, как я вам уже объяснила, в основном у нас, так сказать, на конвейере сидели женщины. Женщины, в основном, в прошлом преподаватели гуманитарной институты. Узницы Асвенцева. Женщинам, как правило, было старше сорока. Они сидели и, значит, вплыл конвейер с чертежом. Одну гайку в одну дырку, одну гайку в одну дырку. Это 8 часов. И вот, значит, приходит мистер Ишмихара и говорит. И говорит, I'm not happy. Мы говорим, ну как, почему? Ну, на что он отвечает пространно? Меня не устраивает скорость, с которой работают ваши рабочие. Значит, вот в нашем хэдхвотерс на Филипинах или там в Таиланде рабочие работают в два раза быстрее. А почему? Они стоят. И у них больше степеней свободы. Почему ваши сидят? Ну, ему начинают объяснять, что, вы понимаете, ну им тяжело, наши рабочие постарше, чем на Филиппинах, которым 16 лет. Значит, наймите тех, которым 16 лет. На что ему говорят, вы знаете, тем, которым 16, это местные израильтяне, они не будут работать за такую зарплату, как работают эти лэдис. И они сразу идут в армию, а после армии они идут учиться. Так что это единственный вариант. Или они, или никого. И мы им очень мало платим. Он говорит, тогда вы должны их to motivate. Ну и на что начальство говорит, we don't know how. Он сказал, я вам объясню. I will show you how to motivate. Значит, он долго думал, дня три, и пришел к выводу, что мотивации недостаточно из-за того, что руководители не могут правильно объяснить рабочим, почему те должны работать стоя и быстро. Он сказал, я сделаю это лично сам. Значит, для этой цели он написал большую речь на японском. За огромные деньги он выписал из Иерусалима, переводчика с японского на иврит. Значит, его приведет, ну, такое, причем для японца очень странно, такой двухметровый мужик, я его потом двухсторонком с университетом встречала. Переводчик, да? Японец, мужчина, два метра роста, я его потом тут с третьего второго роста была потрясена. Но дело не в этом. Так, так. В последний момент кому-то, в общем-то, правильно пришло в голову, что большинство тех, кто там работает, не поймут высокий слог, которым на иврите будут говорить переводчик. Поэтому, значит, поставили третьего, с иврита на русский. Значит, это был бригадир, которого, в общем-то, звали Габи, но это был грузин, которого звали в прошлой жизни Гиви. Грузинский в речи, грузин не знали. То есть он был Гиви-Габи, в общем, такой, знаете, как это сказать, ловелас, жизнелюб, обжора. Ну, в общем, такой веселый грузинский парень. Ну, и вот стоят эти трое. Причем дело происходит, опять же, в марте. Ну, Израиль теплая страна, конечно, но в марте все-таки иногда идет дождь, идет, даже бывает снег. И вот это был именно такой день. Вот этот садист Ишмихар, вот он полностью соответствовал тому, как его звали. Он выгнал весь коллектив, значит, от дворника до директора и поставил у нас такое каре. Знаете, как будто в конце лагеря я заброшу. Значит, в торце стояли маленькие Ишмихара, двухлитровый японец-переводчик и еще наш Гиви-Габи. И вот так, значит, стоят. Значит, первым слово берет Ишмихара. Значит, он произносит по-английски какое-то там приветствие, типа «How are you today?». Потом он читает речь на японском языке. Ну, причем не монотонно, а так вот, как Рустем нас учил. Голос повышает, понижает, повышает, понижает. То есть чувствуется, что дело свое он делает со страстью. Хоть и Ишмихара. Ну, в общем, он закончил. 20 минут. После того, как он закончил, вступает этот длинный, ну, причем, как бы считалось, что это японский еврей, но выглядит он как японец и ростом он был знаменитым. И он 22 минуты переводит на хорошем, говорит на хорошем иврите, переводя речь японца. Ну, все стоят, почтительно слушают. И тут, значит, Ги, до которой Габи, он так выходит после речи японца, делает так и говорит. Баби, слушайте, япошка сказал, если будете работать, сидя и медленно, всех правы гонять, тебе не мать. А теперь, бабы, хлопайте. Это очень хорошо. Ну, так, чтобы он будет смертно. То есть, хлопали так, что чуть руки нет. После этого вернулись в помещение, там всем дали кофе, чай, пирожок, пончик. И потом, когда мы вернулись в офис, мистер Ишмихара произнес. Господа, сказал он, я знал, что русский язык очень емкий. Я не представлялась себя, насколько я говорил 20 минут, переводчик говорил 22 минуты. Мистер Габи сумел мотивировать людей за 2,5 минуты. И они все поняли. Ну, что его, значит, наш этот главный бугар робко спросил. Он говорит, а как вы определяете, поняли они или не поняли. Он говорит, я видел их лица. Я слышал, как они хлопали. Их заставили стоять после этого, бедняжек? Да нет. Надо было уволить весь завод. Понимаете, кончилось это все хорошо, как бы, для всех. Мистер Ишмихара затасковал в провинциальном городе Кармиэле. Он очень хотел съехать куда-то поцентральней. Ну, человек, так сказать, приехал в чужую страну с деньгами казенными. И еще с собой двух японцев там потом вызвал. И они сказали, что они не могут жить в этом городе, потому что в нем они не могут питаться в соответствии с японской традицией. И им нужна рыба определенного соня. И, значит, короче говоря, его переселили в более, так сказать, крутой город. В рыбное место. Уже была пятизвездочная гостиница. И там ловили рыбу. Был рыбный рынок. Это все готовили. После того, как японцы пожили там неделю. Они сказали, что это не та рыба. Нам нужно еще поцентральней. После чего их переселили в Хайфу. То есть в самый большой город из всей этой страны. В самую лучшую гостиницу. В самом верхушке горы Кармель. И в номер люкс. Они сказали, что все хорошо. Там внизу японский ресторан. Нас все устраивает. Ну, короче, они стали то приезжать на работу, то не приезжать на работу. В общем, как-то мы всегда были уверены, что японцы очень дисциплинированы. В общем, это рушилось на глазах, наша уверенность. Бабы наши продолжали работать, сидя и в том теме, в таком привыкли. А потом вообще случилось что-то совершенно непонятное. Они сказали, что это хорошая рыба, но все-таки мы бы хотели съездить куда-то, где было бы еще лучше. И они поехали в Турцию. Недельки на две. В общем, это был праздник для всех. Когда они вернулись, мы их не могли узнать. Во-первых, те двое, что были с ним, они уже не влезали в джинсы. То есть то, в чем они приехали из Японии, они уже купили новые штаны. То есть они как-то вот так расширились, эти мужики. А мистер Эшмитара, я не знаю, как он проводил свои дни и ночь, но он был вообще как, значит, бледная тень самого себя. Ну и, короче говоря, видно, он хорошо, они провели это время в Турции. Его уже не интересовало, работают стоя, работают свитер, работают лёжа. Вообще работают или нет. Ну и, короче говоря, вот так он отбыли они свою Японию. Ну и, в общем, у нас там восстановился мир и благодать. У меня как-то даже нет подходящей красивой концовки. Мне, наверное, надо было закончить вот этим, где он сказал, я видел их лица, я слышал, как они хлопали. Видно, всё остальное потом уже не надо было. Прекрасная история. Браво! Песня! Пецел, алан? Ну, домой! Субтитры сделал DimaTorzok